Если с точки зрения ошибки, он сделал такую вещь. Он прекрасно понимает, Абхазия, что Россия разыгрывает, это безнадежная карта, но на всякий случай не отказывает, нельзя это сегодня показывать. Даже с точки зрения экономики, если откроется Цхинвали дорога и откроется Абхазская дорога, то теряется смысл этих всех затрат, которые израсходованы по военной грузинской дороге, на столько миллиардов, потому что оттуда легче ездить, и оттуда легче ездить, зачем ты столько времени на это? Смысла уже нет. Он прекрасно понимает, что сидеть у власти у него совершенно легко может получиться. Он сидел у власти при Миши, он сидит и сейчас. Он так же спокойно мог просидеть при всех остальных. Те вопросы, о которых я говорил, Абхазия, он не рассматривает просто. Это для него не дополнительная информация. Он сейчас затеял игру. Он сейчас затеял игру, потому что у него очень хорошо развит дню. Он сейчас затеял ту игру, которая ему дает его опыт, его знание, его понимание, его метод анализа. Он чувствует, что Европа сейчас слаба, Россия сейчас слаба, Америка стоит на перепуте, Америки сейчас до выборов вообще не заниматься этим вопросом. Это все возникает из анализа украинской ситуации. И он сейчас пошел ва-банк. Его абсолютно не интересуют вот эти вопросы с иноагентом еще. Сейчас появились иноагенты, а везю дорогу существует. Наоборот, это для грузинской экономики хорошо, потому что столько людей надо кормить, если они себя туда идут. Уйдут кто-нибудь платит за плату. А то, что они время от времени там что-то опубликуют, прокричат и начнут это самое, на это не обращают внимания. Поэтому ему нужно сейчас что? Ему нужен какой-нибудь повод для торговли. И в первую очередь с Евросоюза. С Евросоюзом. А Евросоюзом торговать можно как разодор и в Америку, потому что он сейчас видит, что у Америки и у Евросоюза не совсем хорошие отношения. Ошибка, которую он совершил, которую он совершил, это из той ситуации, о которой мы говорили, случайности. Случайность, которая потом перейдет в закономерность. В чем это заключается? У него есть два опыта. Когда в Грузии хотели сделать революцию, и эту революцию совершали политики. И он на них воздействовал, это во время Миши и во время Гахарева, воздействовал силой. Когда на таких политиках силой воздействуешь, и эти политики чувствуют твою силу, они очень быстро успокаиваются, как тогда и произошло. Он то же самое сделал сейчас. И этот закон нужен был как повод для того, чтобы вызвать эту реакцию и говорить, что эти НДОшники хотели сделать третью революцию. Он не учел одной простой вещи, случайности. Случайности, что вышла молодежь, которым абсолютно извиняюсь, плевать на этот парламент и на штурм этого парламента. И какое бы ни было подкинуто, идею, никто на штурм парламента не прошел. Вот здесь он провалился. То есть остановить как... А этих отодвинули политику. Или политики сами додумались, туда не вмещались. Получилось у него перманентное волнение. Но не революция. Перманентное волнение. Сейчас ему... Он сейчас не думает о том, что эти выборы выиграть или не выиграть. О выборах сейчас разговор не идет, потому что он стопроцентно уверен, что он эти выборы выиграет. Каким образом, каким методом это его делать, да? Сейчас он должен сделать две вещи. Он должен каким-нибудь образом пробить себе дорогу вот в этом существующем хаосе. Этот хаос такая ситуация, что когда уже теряется уровень силы, когда Россия сильная, Турция сильная, Европа сильная, силы слабеют, здесь уже играют другие нюансы. Он эти нюансы хочет использовать. У него есть варианты, если он действительно об этом думает. А он об этом будет думать.